Сегодня специалисты медицинского центра «Новое зрение» в городе Бресте подводят итоги года уходящего 2019-го. У них есть повод гордиться своими достижениями. Проведены тысячи диагностик и операций различной степени сложности. Лазерная коррекция зрения, витриоретинальная хирургия, лечение катаракты, косоглазия, пресс-биопия. Сколько многим людям они вернули зрение, и они сегодня называют их волшебниками. Качество жизни потрясающее. Я нисколько не жалею, что я все время сделала лазерную коррекцию. Я еще раз повторюсь в ту самую фразу, которую говорил и доктор, и с которой я действительно согласна, это «почему я не сделала эту операцию раньше». Действительно, все абсолютно четко. Хотелось бы что-то такое в жизни, но самое главное – это зрение. Когда видишь, это совсем другой свет, другой мир. Ты видишь человека, ты с ним общаешься, тебе приятно. Ой, вы знаете, просто это что-то нечета, говорю, воплощение новой жизни. Я говорю, да, действительно, надо все-таки было обратиться раньше. Мы тянем вот до последнего, когда уже все вот это, потом уже приходится идти. Ну, надо бы раньше, вовремя все делать. Мировая офтальмология не стоит на месте. Модернизируются оборудования, меняются подходы в лечении. Эти нововведения максимально оперативно внедряются в повседневную лечебную практику клиники «Новое зрение». 2019 год стал для врачей-офтальмологов этого медицинского центра прорывом. Сегодня только здесь пациент может приобрести суперзрение. В апреле в операционных клиник Минска и Бреста внедрена частичная роботизация глазных операций. В хирургической практике активно используется новейшая система визуального трехмерного контроля за выполнением вмешательств на органе зрения. Мне повезло работать в замечательном коллективе, который сформировался за два с половиной года в нашем филиале. Это высокопрофессиональные коллеги, у которых всегда хочется учиться, приятно приходить на работу. Это коллектив, который всегда тебя поддержит, коллектив единомышленников. Это самое главное в любой работе, которая нас окружает. Конечно, это постоянный профессиональный рост. В этом году мы получили такую аппаратуру, которая не имеет аналогов на территории Республики Беларусь. Это 3D-визуализация всей хирургии, которая происходит в нашей клинике. Это новейшие технологии, которые только пришли с Запада к нам. Наши пациенты оценили, что меньше токсического действия света, легче переносится операция, быстрее идет восстановительный период и нет никакой лучшей рекламы, чем сарафанное радио. Конечно, благодарный пациент рассказывает своим близким, знакомым. И они приходят сюда, и мы с благодарностью всем оказываем помощь, как консультативную, так и хирургическую. Постоянное развитие, постоянное внедрение новых технологий, хирургия сетчатки, стекловидное тело – это то, что каждый день развивается, и мы можем это внедрить у себя и видеть быстрые результаты, хорошие, благодарных пациентов, светлые улыбки. И восклицания. Приятно доктору работать, приятно видеть улыбающиеся лица своих пациентов. 2019 год для нас был очень удачным. У нас увеличилось количество пациентов, увеличилось количество операций. Операции, в общем-то, более сложные стали делать. Начали делать операции на сетчатке глаза, на стекловидном теле. То есть, я думаю, что 2019 был для нас очень удачным годом. Мне посчастливилось побыть на курсах усовершенствования в городе Москве, не в тальмологии. То есть, повысить свой уровень в плане операции на сетчатке глаза, на стекловидном теле, при отслойках сетчатки, при, в общем-то, наличии перетенальных мембран у глазу. Конечно, очень понравилось. И много, в общем-то, нового там я узнал. Да, это успех. В новом зрении работают только профессионалы. Со своей точкой зрения и со своими знаниями. Но решения принимаются коллегиально. Выслушивается несколько мнений. Вместе разрабатываются стратегии и тактика проведения сложнейших операций. Также в Брест приезжают высококвалифицированные врачи-офтальмологи из Минска. Юрий Белькевич – профессионал в своей области. Витриаритинальный хирург счет операциям ведет уже на сотни тысяч. Я в термологию пришел в 1996 году. Мой учитель Федор Иванович Бирюков Гомель. Он тогда уже занимался витриальной хирургии. Есть еще куча аналоговых кассет, где записаны эти операции. Конечно, операции были очень длительными. Я когда-то провел операционные 11 часов на двух операциях. Я не забуду тот опыт, когда ни очищая ни позвоночника, ни всех остальных частей тела, я вышел, думаю, зачем мне это надо. Потом технология, естественно, совершенствовалась. На сегодняшний день, в принципе, длительные операции – это уже два часа, и два с половиной – это действительно очень длительные. В среднем все равно операции делаются в пределах часа витриальной хирургии. И они гораздо более легкие для пациента и для доктора переносимости. Количество пациентов нового зрения растет, чему есть свои объяснения – образ жизни, питание, экология. Что отмечают врачи, растет и количество юных пациентов, а потому доктора детского отделения без работы не скучают. Оно создано по образцу ведущих детских европейских клиник, укомплектовано современным оборудованием, которое позволяет правильно поставить диагноз и назначить соответственное лечение. И самое главное – в медицинском центре работает команда высокопрофессиональных детских офтальмологов. Это замечательная доктора – Панасюк Наталья Петровна, доктор с огромным стажем, которая в Бресте, можно сказать, легендарная личность, ее знают, у нее огромный авторитет и в клинике, и среди коллег города. У нас есть доктор Можейко Татьяна Ивановна, тоже замечательный доктор, который очень хорошо работает с детьми и знает все тонкости косоглазия. Совсем недавно к нам влилась коллектив Наталья Ивановна Бегеза – замечательный доктор. Это три замечательных доктора, хорошая, дружная семья, команда, которые с удовольствием и со знаниями будут вам помогать. За два года работы нового зрения в Бресте создан бренд, которому доверяют. У профессионалов клиники есть силы, есть желание помогать людям двигаться дальше, улучшать то, что уже создано, а также развиваться в плане лечения других заболеваний. У нас много задумок, останавливаться ни в коем случае нельзя, развивается детская хирургия, у нас будет развиваться детское косоглазие в нашем филиале. Мы не останавливаемся. Все, что появляется новое в Европе, в Америке, оно появляется моментально у нас. Я не могу вам раскрывать все секреты, вы сразу же узнаете, как только мы внедрим это у нас. За радушное отношение, за сострадание и понимание человеческой тревоги и боли, за профессионализм докторов и медицинских сестер пациенты благодарны. И в канун Нового года и Рождества поздравляют команду нового зрения с праздниками. Здоровье, еще раз здоровье, потому что, ну, как бы то ни было, в нашем за 50 лет возрасте уже прекрасно понимаешь, что без здоровья никуда. Значит, в первую очередь, конечно, здоровье. Во-вторых, все-таки, это производственное, грубо говоря, производственное предприятие, это бизнес, соответственно, успехов в их нелегком труде, успехов в операциях, благодарность пациентов, вот, чтобы развивалось, все это развивалось, усиливалось, и чтобы они по-прежнему, так как вот мне, приносили людям счастье, здоровье, хорошее настроение. Счастье, чтобы они дальше лечили детей, взрослых, стареньких, чтобы это хорошо у них получалось. Они спасают некоторым людям зрение очень сильно. Ну, я желаю им большого Нового года, чтобы они провели его очень сильно хорошо, ну, и всего самого лучшего. Я верю врачам и хочу их, хочу очень поздравить их с Новым годом наступающим, с Рождеством Христовым, счастья всем, успехов в работе, благодарных пациентов и хорошей работы. В семье благополучия, сотрудников любящих и, ну, им очень благодарных пациентов. Поздравления звучат и от врачей нового зрения. Уважаемые пациенты, в новом году хочу пожелать вам семейного благополучия, материального достатка, побольше радостных моментов, конечно, как доктор здоровья. С Новым годом! Дорогие родители и дорогие дети, коллектив детского отделения, клиники «Новое зрение отцы души» поздравляет вас с наступающим Новым годом и с наступающим Рождеством. Мы желаем вам крепкого здоровья и острого зрения. Пусть Новый год принесет вам удачу, радость, успехи во всех ваших делах и только положительные эмоции. Мы будем очень рады видеть вас в нашей клинике. Я хочу поздравить Брестчан и жителей Брестской области с наступающим 2020 годом. Хочу пожелать здоровья, удачи, успехов, благополучия, ну и, конечно же, нового хорошего зрения. Уважаемые жители Бреста, Брестской области и гости нашего города, хочется, конечно же, в канун наступающего 2020 года пожелать вам здоровья, ясного взгляда на жизнь, оптимизма, здоровья вашим близким, родным, чтобы ничто не омрачало ваш взгляд. И если какие-то вы чувствуете проблемы, конечно, мы ждем вас в клинике «Новое зрение», рады помочь вам, поддержать вас в трудную минуту, вселить надежду и максимально на самом современном уровне оказать вам помощь. Рады видеть в нашем центре здоровых, счастливых, с хорошим зрением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин